Здравствуйте, на волнах Винам ФМ, я Игорь Виттель, это «Парадокс» с Игорем Виттелем. В гостях у меня Алена Попова, общественный деятель, блогер, интернет-предприниматель. В общем, много регалий и кандидат, пока не зарегистрированный в мэры Москвы. А по этому поводу мы с Аленой сегодня, как и обещал, у нас такая целая серия передач получается. Но если раньше мы собирались говорить на тему, как там обустроить Россию, то сейчас все-таки поговорим про Москву. Привет, Алена. Привет. Значит, первое, что меня волнует, на самом деле, неожиданно положительная реакция всех людей, с которыми я разговаривал, причем из разных слов, практически всех, на Собянина. И вот тут я хотел бы пытаться понять, может быть, мне, как человеку, находящемуся внутри ситуации, действительно не очень видно, что было сделано для города. Мне бы хотелось услышать твою оценку. Ну, я, Сергей Семенович, помню еще по Тюмени. Я помню, что Тюмень, действительно, когда он был, в общем, скажем так, у власти, активно преображалась. То есть там было еще хуже, чем сейчас? Там было хуже, когда он еще не пришел, очень хорошо было, застраивалась Тюмень, когда он был, причем она так положительно застраивалась, и дороги улучшались, и все. Ну, все замечали. Что касается Москвы, для меня это было большим удивлением, потому что он пришел, ты помнишь его первый слоган, «Москва без пробок». Второй его слоган был, это окончание стройки Сити и ликвидация пробок в районе Третьего кольца около Сити. Третий – это удобная среда в Москве. Значит, ни тот, ни другой, ни третий, к моему, кстати, удивлению, они ухудшились, они улучшились. То есть удобная среда – это как бы тот лозунг, под которым можно подождать, как ты понимаешь все, что угодно. Нет, просто смотри, у нас этой зимой был такой, во-первых, кошмарная эта тема с плиткой. То есть я понимаю, что это, наверное, сокращение затрат, не наверное, а точно сокращение затрат для города, но поскольку мы знаем, что население Москвы на 12% больше женщин, и женщины у нас так или иначе ходят в определенном типе обуви, это надо учитывать, да, то есть вот эта плитка, но она совсем. Вторая история… То есть один из лозунгов твоей предвыборной кампании будет обязательно за кабалки. Мне кажется, женщины точно за это будут голосовать, за эту ужасную, против этой плитки. Но без смеха, ты помнишь, какой гололед был в Москве этой зимой? Огромное количество травмоопасных случаев для пенсионеров, потому что вот даже при мне было достаточно большое количество. Пробки в Сити только усилились, то есть мы знаем, есть это Яндекс.Пробки вот сегодня, даже вот сейчас. Посмотрим, что в районе Третьего Кольца около Сити самая большая будет пробка. Мы не видим никакого решения транспортной проблемы, помимо того, что ввели платные парковки в центре, и теперь стали ставить машины внутри дворов, и все москвичи, живущие в этих дворах, возвращаются. Знаешь, я приветствую, то есть ситуация с парковками в Москве действительно ужасающая, ситуация с пробками тоже. А платные парковки я приветствую, ну, в общем, это в любом цивилизованном городе мира, в центре ты не найдешь практически бесплатные парковки. Нет, я как раз за платные парковки, просто платная парковка на территории, ну, а быть, на тротуаре, и платная парковка нормально сделана, парковка-перехватчик или парковка в центре города. В Израиле уже давно, наверное, ты знаешь, делают там подземные парковки, очень грамотно построенные. В Москве есть несколько слотов, где это можно делать, израильские технологии, корейские технологии в этом плане лучшие, уже давно предлагаются эти проекты, они реализуемые, достаточно быстро делаются. Более того, я тебе даже скажу, есть ряд проектов, я смотрела, это было еще два года назад, парковки в зоне затопления Москва-реки, то есть вакуумная парковка, где тебе не надо на парковку заходить, просто автомобиль автоматически опускается в слот, ты платишь, и он тебе, соответственно, обратно сам же поднимается. То есть там тебя нет, а в итоге все машины находятся в такой коробке. Ты знаешь, вот это меня вызывает больше всего вопросов, не парковки, естественно, а то, почему, да, действительно, Собянин приходил под лозунгом «Москва без пробок». Огромное количество экспертов, да, вменяемых экспертов, тот же Михаил Яковлевич Блинкин, горячо мной уважаемый, еще несколько человек, люди вменяемые на протяжении многих лет, Толдыч или Лужкову, одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Потом пришел Собянин, да, понятно, что ему досталось тяжелое наследство, у него появился новый вменяемый министр транспорта, ну, действительно вменяемый, да, человек, профессионал своего дела. Но я не вижу, чтобы что-то происходило, понимаешь? И почему вот это вот игнорирование, это что, злой умысел, недопонимание, просто глухота к любым сигналам профессионалов, как вообще в нашей власти происходит, что это? Да, что это, я понять не могу, но я знаю, что Москва заказывала очень грамотные исследования, видела эти исследования по как раз разгрузке, решению транспортной ситуации, разгрузке дорог, много как раз транспортников ездили в различные зарубежные командировки, смотрели, как это делается. В Москве реально решить эту проблему, то есть Москва совершенно не исключение, если сделали в Шанхае, не в Лубосуше. Отчасти исключение. Да не, не исключение, если сделали в Шанхае, ну в Москве точно совершенно можно сделать. Ты знаешь, что вот я только что перед эфиром смотрела статистику, 5 миллионов зарегистрированных автомобилей, прирост там 20% зарегистрированных. Ты так не смотри, в Москве, то есть еще в Подмосковье, не зарегистрированные автомобили и так далее, но 5 миллионов зарегистрированных это уже много. В среднем, помнишь, статистику на каждую семью порядка 2,3 автомобиля. То есть у каждого... Ситуация хуже, чем в том же Нью-Йорке. Абсолютно. А при этом у нас, помнишь, я как-то в твоем эфире в одном рассказывала про историю в Сан-Франциско, когда была введена система карпулинга, да, когда вместо двух машин в центр ехала одна машина, люди просто собирались в одну машину. Так много было предложений на эту тему? Очень много, да. Но дело в том, что ничто из этих предложений не реализован. Что сделал Собянин? Собянин сделал резервную полосу, по которой как продолжали, так и продолжают ездить машины. Ну, в общем-то, чуть-чуть более аккуратно, скажем так. Был бы выход, пожалуйста, сделайте резервную полосу для официальных такси. Опять-таки этого нигде не появилось. Машина с шашечками, только не купленная в любом магазине шашечки. А с номерами, да, как в Нью-Йорке, тот же там в Америке ТЛС, да, такси на лимузе коммешн. Будь ты лимузин, будь ты такси, будь ты желтое такси, но это и официальный. Все, вот тебе резервная полоса, пожалуйста, езжай. Да, но ситуация становится хуже. Когда в Москве начали одновременно, наверное, демонтировать все дороги и сняли асфальт везде, да. Я вот недавно так ногу повредил, ты знаешь, да, просто посреди города разобранный асфальт. Абсолютно. У вас, слушай, вот, и у меня нет точного ответа, почему это не делается, честно говоря, мне без разницы, почему это не делается. Нет, это интересно. Мне хотелось бы с ними договориться, с теми, кто будет дальше у власти. Потому что, как москвич, я хотел бы с ним заключить общественный договор. Да, я бы тоже. Если вы, Лужков, это была явная коррупция, да, при Лужкове, а что вы хотите? У вас коррупция, у вас просто злой умысел, вы не понимаете, или вы видите это по-другому. Может, вы просто глупы. Ну, давайте мы с вами как-то договоримся, если это коррупция, ну, давайте введите на нас налог, который будет идти вам в карман, только уже сделаете, наконец. Потому что Москва превращается в город, в котором невозможно жить, дышать. И я вот сегодня вышел из подъезда, да, и у меня начался чудовищный приступ астмы, потому что выход на улицу из дома в Москве уже превращается в трагедию. Какое курение запрещать, когда тех машин в Москве, которые есть, уже невозможно продохнуть? Не, ну, а ты знаешь статистику медицинскую в Москве, что это один из самых загрязненных городов мира. И у нас даже зеленые районы, то есть ты знаешь, что самая лучшая – это юго-западная история у нас, чистый район. А, например, северо-запад и северо-восток – одни из самых загрязненных. И понятно, что там, если посмотреть количество поликлиник и детских садов, то можно смотреть статистику через 10 лет увеличения щитовидки, почки печени и так далее у детей. А что удобная среда такой вот еще потом все-таки? Удобная среда, я так понимаю, что этот слоган был связан с безбарьерностью для людей с ограниченными возможностями, а также для как раз людей, которые так или иначе должны перемещаться в Москву на работу из Москвы, то есть не проживают на территории Москвы, это не обязательно там жители стран СНГ, это могут быть люди из Подмосковья. Но это среда удобная для того, чтобы они пребывали на территории Москвы и, соответственно, могли как-то размещаться потом после. У нас проблема, мне кажется, с прогнозированием. Я тебе все время так говорю. С стратегическим пониманием. С стратегическим пониманием. Даже не только прогнозированием, а с стратегическим пониманием, от чего мы вообще хотим от города. Да, и как это делать? Потому что я была в Шанхае до, я была в Шанхае после того, как он превратился в чуть ли не ведущую транспортную столицу. Для меня это плохой пример. Я лютой ненавистью ненавижу Шанхай и очень не хочу, чтобы Москва в него превратилась. В Гонконг. В Гонконг это другое дело. В Гонконг такая же история. Если ты в Гонконг приезжаешь, например, с разницей в три месяца, ты действительно замечаешь изменения, которые там есть, причем и дорожные тоже. Не всегда в лучшую сторону. Но с увеличением количества. Вот ты знаешь, для Москвы такая проблема. Значит, мы все знаем, что в пятницу вечером все люди, дачники, едут на дачу. Это огромная пробка. Утром те люди, которые решили, что они подождут вот этот поток вечерний, садятся в машину, 4 часа тратят для того, чтобы доехать на дачу. Вечером, с воскресенья на понедельник, начиная с пяти вечера до часу ночи, опять огромная пробка обратной истории. Ты к чему клонишь? Я клоню к тому, что это надо прогнозировать. Эти люди могут добираться на дачу, не на машины, могут добираться на дачу, и надо посмотреть, какие направления наиболее загружены. Это вся статистика есть. Для дачников очень важно. То есть, Москва почему стремится на дачу? В городе жить невозможно. Здесь вообще ничего невозможно делать. Дышать невозможно. Ты уж прости, что я тебе напоминаю, но как бы я в Москве, поскольку вырос, не в упрёк сказано, я помню времена ещё, когда в Москве можно было жить, и при этом всё равно весь город уезжал толпами на дачу, так что я не думаю, что это потому. В таком количестве я думаю, это потому, а, конечно, всё равно культура есть. Но смысл в том, что вот эти транспортные потоки тоже надо разводить. Это не история прогноза, когда на Ленинградке расширяют бутылочное горлышко. То же самое дело сейчас с Ленинским проспектом. Да, так совсем. То есть, они делают так, чтобы там скопилось огромное количество машин, которые подумают, что они могут проехать, а потом сокращение до трёх полос. И опять та же самая пробка. Во всех странах мира уже строят там хорошую наземную историю с рельсовую, то есть, это могут быть скоростные поезда, которые могут на этом же дорожном полотне существовать. Либо двухъярусные, трёхъярусные, как в Токио, три яруса дорог есть. А у нас расширяют дорогу, при этом создают ещё большее количество проблем. Я вот сколько в Токио, кстати, бывал, один раз видел пробку. Все всегда говорят, Токио – это такой город, такие пробки, такой ужас. Но после выпуска новостей, если не возражаешь, продолжим нашу беседу о судьбах Москвы. Вернёмся в студию буквально через несколько секунд. Ну, что ж, продолжаем. Это Игорь Виттель и парадокс с Игорем Виттером. В гостях у меня общественный дитя Алена Попова. Мы собеседуем о судьбах Москвы. Так вот, Токио, казалось бы, да, в общем, место не самое пригодное было для жизни. Нет, всё-таки действительно это права с развязками сделали. Но почему, опять-таки, этого не происходит в Москве? Нету сил, нет возможностей, нету денег, нету чего? Я думаю, коррупция, бюрократия. А я думаю, коррупция, конечно, в первом месте. То есть, проще положить новый километр дороги, ты знаешь, сколько он стоит, 10 ещё построить этих километров дороги, чем правильно спрогнозировать общественный транспорт. И бюрократия, когда никто ничего не хочет делать, это действительно же так, это все признают. Слушай, опять-таки, знаешь, вот тут я вступлюсь за Собянина. Я думаю, что его новая команда всё-таки это гораздо более вменяемые люди. Гораздо более вменяемые. Вот смотри, ты со мной разговариваешь как с человеком, который, и я с тобой разговариваю, там обычный, стандартный, классический житель. Я абсолютно, ну, не знаю, вменяемая она, не вменяемая по сравнению с предыдущей командой. Я говорю, результаты деятельности. Нет, смотри, я просто, ты говоришь о коррупции, да, в общем, там сейчас в правительстве достаточно богатые люди, и которым коррупция уже не очень. Ну, там, понимаешь, можно посмотреть на Капкова, на Лискутова и так далее. Ну, там мы знаем с тобой, где действует Капков, например, все программу парков и развитие культуры в Москве хвалят. То есть, то, что он делает, оно достаточно на нормальном уровне. Нет, и нет. Я разговаривал с очень многими людьми, причём людьми такой Лужковской команды, и как бы они абсолютно справедливо замечают, Москва для хипстеров – это вот программа Капкова, да? А нужна ли нам Москва для хипстеров? Ну, вот как бы мне, тебе, может быть, и нужно, нам приятно, чтобы, ну, для человека ничего не сделать, а нам приятно, когда есть бесплатный Wi-Fi в парке. Люди там катаются, я не знаю, на самокатах, да? Наверное, хорошо. Но, во-первых, я этого особо не вижу, честно говоря, в парк культуры с тех пор не заходил. Пару раз я когда видел толпу, которая туда ломится, и говорят, что это абсолютно чудовищное место, где сейчас нельзя ненормально поесть, и для человека там убили всё. Он и раньше был чудовищным местом, но по-другому. И что вы, ребята, не делаете? То есть, я читал их программы, я общался с этими людьми, да? Ну, мне не очень нравится Москва для хипстеров, мне гораздо бы лучше. И вот, кстати, положительные изменения, которые я вижу, да? На том же Юго-Западе я вижу детские площадки в каждом дворе с резиновым покрытием, прямо как в Америке, да? Правда, толпы народа, и там на тех же площадках сидят бомжи и наркоманы рядом. Но, в общем, какие-то положительные изменения я действительно тут могу заметить. Жилищная проблема в Москве не решена, её никто не хочет решить. Строительство он остановил, да? Вместе с коррупцией строительство практически в Москве замерзло. Да, но ты, кстати, сказал очень серьёзную проблему, потому что по опросам в Москве очень остро стоит проблема людей без определённого места жительства и вообще пребывающих как раз на территории... Ну, вот сегодня, буквально, Надя Собянина-то и заявляла о том, что, типа, это наша одна из основных проблем, будем бороться с нелегальными мигрантами. Ну, подожди, нелегальные мигранты и люди без определённого места жительства, это тоже две большие разницы. Нелегальные мигранты живут в вагонах, а обычно это как раз люди из Подмосковья или там, как это говорят, там славяне, приехавшие в Москву, или москвичи, банкротившие. Ты знаешь, у нас история была, абсолютно реальная история. Это женщина, которая, она бомж, она живёт на баррикадной, то есть мы ей там всем миром стараемся помочь, её просто там выселила семья из квартиры, вот она теперь бомж. Таких очень много, действительно, это большая проблема. Ну, а ты видишь, чтобы Собянин их решал? Вот мне интересно, хорошо, сегодня ты готовишься там стать кандидатом в мэру, да? Понятно, что шансы, что твои на мэрство невелики, потому что административный ресурс не сопоставим. Но вот программа, если бы директором был я, помнишь, был такой, в силу молодости не помнишь, в литературной газете такое было там, да, если бы директором был я. Изложи мне свою программу, давай попытаемся её обсудить. Опять же, чем мы будем обсуждать сейчас с Собянина? Меня просто, почему я начал эту передачу, меня шокирует абсолютно количество положительных отзывов о его деятельности в Москве. Ну, правда, я его боюсь похвалить, но я правда не понимаю, то ли я в другом городе живу, то ли ещё. Ну, смотри, если бы директором был я, я, во-первых, занимаюсь, и это будет один из основных пунктов. Всю программу, конечно, тебе сейчас рассказывать не буду, потому что она должна быть выглажена и выстроена и так далее. Ну, основные, это то, что в душе и в сердце. Ну, что у меня в душе и в сердце, это Москва – безопасный город, это самое… Расшифровываю сразу, в чём безопасность. Расшифровываю, что это такое, это безопасность на транспорте, безопасность детей, это когда дети гуляют по улицам, и если они потерялись, то нормальная система поиска, оповещения и так далее. Мы знаем, что она у нас невыстроена, этим занимаются общественные институты. Москва – город для семей, это значит, что всё, что касается детских садов, поликлиник, нормальной работы, трудоустройства женщин. И Москва – город успеха, это значит свободная конкуренция и малый бизнес. Это то, что я сейчас собираюсь делать. Это то, что касается, собственно, меня, потому что я очень хочу приземлённо вести эту кампанию и вообще хочу приземлённо донести свои идеи. Мне вот эта, знаешь, эфемерная история с тем, что там «сделай Москву лучшим городом мира». Ну, что это такое? Москва – лучший город мира. А нет, я хочу вот о тебе тоже, как критики. Ты говоришь, что Москва – город для семей. Что ты собираешься делать с детскими садами и поликлиниками? Не только детскими, вообще со здравоохранением. Ну, где детские сады в концессии, создание большого количества так называемого ГЧП, это государственное частное партнёрство. Я стою на этой позиции, считаю, что только так можно решить эту проблему. Более того, я там смотрела статистику в разных городах, и я уверена, что она может решиться там за ближайшие три года. Поликлиники, я знаю, что есть такая идея тоже отдать в ГЧП, просто потому что износ этих фондов уже 70%, и оно тоже по-другому не решается. Вот тут у меня сразу возникает вопрос, давай о больном. Значит, как только мы впускаем частный бизнес в любой форме в социально значимые сферы, в здравое хранение, это сразу делает услуги платными, правильно, да? Не все. А тогда давай поясняю, потому что я просто прекрасно понимаю, что огромное количество жителей нашей страны не может себе позволить платную медицину. Ну, ты спрашиваешь у меня, как у человека, который вообще считает, что образование и медицина должны быть бесплатные. Мы с тобой в этом сходимся. Абсолютно. Хорошо, тогда вот объясни мне, где тот баланс государства и частного, чтобы можно... Объясню тебе, объясню. Ну, это улучшение фондов, оборудование, которое есть в поликлиниках, и перестройка самих зданий, реставрация и так далее. Ты знаешь, в каком состоянии находятся у нас в поликлинике. Программа может быть рассчитана на 10 лет, она не может быть на 5, на 6 или так далее, потому что это долгосрочная история. Услуги там не могут быть платными, потому что у всех людей сейчас есть полис, который позволяет пройти базовые услуги в поликлиниках. Полис ОМС. Да, и давай тоже будем честными, потому что я не знаю, кто что там будет говорить, и вот эти популистские слоганы про то, что да нет, да вот у нас вообще всё бесплатно, это неправда. Потому что сейчас даже в поликлинике при наличии полиса у тебя часть услуг платная. И поликлиника, наоборот, из-за того, что находится в таком кошмарном состоянии, старается содрать с тебя как можно больше денег. Я хочу решить эту проблему, меня это бесит. А кто будет платить за это, понимаешь? Мы прекрасно понимаем, либо платит государство, и тогда тут должен быть очень серьёзный контроль за расходными средствами, либо это частный бизнес, которому государство… Понимаешь, взаимоотношения государства и медицины – это во всём мире самая чудовищная проблема. Самая чудовищная история, да, я знаю. Я тебе сейчас не открою Америку, есть ряд, это не я придумала, есть ряд вполне вменяемых способов это решить. Смотри, во-первых, а сейчас серый сектор надо выводить белый. Что сейчас в поликлиниках происходит? Платят производители лекарств. Вот доктор сидит и говорит, вы знаете, вы аспиринчик вот этой вот именно компании приобретите. Это та же самая. И почему это происходит? Потому что врачу… Ну, это сейчас немножко прижали, да. Приходят представители компании, рассказывают, вот тебе… Я не знаю, как прижали, у меня огромное количество людей, которые ходят в поликлинике, звонят мне и сообщают об этой истории. Когда ты мне говоришь, как это решается, это решается тем, что это выводится в белый сектор. Значит, вот здесь конкретно территория, эти производители лекарств присутствуют в этой конкретной поликлинике, здесь застройщик такой-то, зарплата от этого у врачей такая-то. Ты как потребитель сразу понимаешь, как потребитель этой услуги, что происходит конкретно в этой поликлинике, какой набор услуг у тебя бесплатный, потому что это отчисление твоего работодателя или отчисление в целом государственное на твою систему здравоохранения. Здравоохранение должно быть доступно каждому человеку. Что сейчас у нас в поликлиниках происходит, это нерешаемая история. То, что ты говоришь, то, что там вот общие слоганы, там медицина должна быть бесплатной, полная чушь. Я сама недавно была в поликлинике, я просто заплатила за анализы, за все и за осмотр, потому что тот доктор… А что тебе мешает, если нет, то я тебя перебью. Вот я, например, не хожу в государственные поликлиники, там у меня есть клиники, которые я пользуюсь. Это сейчас у меня впервые появился полис ДМС, надо попробовать, как это работает. Но вот у меня есть там клиника, которую в свое время создали мои друзья, я хожу в клинику только к ним. Вот что тебе мешает пойти в частную клинику и заплатить те же деньги, примерно те же деньги, и получить эти услуги, будем считать более-менее нормально. Не будем сейчас говорить и однозначно утверждать, что частный сектор в медицине лучше, чем… Нет, мне ничего не мешает, кроме одной вещи. Я уверена, что частная клиника, полностью частная клиника, 100% – это бизнес. Мы знаем, что бизнес – это история, цель бизнеса – это максимизация прибыли. С чем бы ты туда ни пришел, ты уйдешь все равно с чеком, у которого будет 5-0 и более. Ну, не согласен. Понимаешь, может быть, это со мной так не происходит. Я видел эту историю, это я проходил все время долго в Соединенных Штатах Америки, я наблюдал там за развитием, если это можно назвать развитием медицины. Да, там, где медицина превратилась в бизнес, а частный сектор, частные врачи – это катастрофа. То есть, даже если это невероятная диспропорция, то есть, когда ты видишь счета, которые они страховки выставляют, ну, это, конечно, челюсть падает. В то же время, ну, давай не будем отрицать, что госпитали, предпочитаешь попасть, не дай бог, в госпиталь все-таки там, чем в нашу больницу. Смотря, я считаю, что нужно сделать. Помимо того, что мы с тобой обсудили, самое важное – это иметь открытую статистику качества и цен на услуги здравоохранения в разных районах Москвы. Этот опыт есть в Бразилии, прекрасный город Куритимба, где такое делали с ценами на продукты. Я считаю, кстати, на продукты такую же историю надо вести. Там, где ты можешь сравнивать, и причем это должно быть на уровне правительства сделано, да, куда общественные институты эту всю информацию, эти открытые данные предоставляют. Ты сам, пожалуйста, выбирай, где в какой частной клинике или поликлинике, где есть ГЧП, тебе там проще сдать кровь, пройти УЗИ и так далее. Эта информация должна быть донесена условно для каждого москвича. Это, посмотри, это история, когда ты цены регулируешь на услуги мягко, потому что это конкурентная среда, и если у тебя будет написано, что УЗИ в данной клинике великолепный УЗИ стоит, я не знаю, там 800 рублей, а здесь он стоит 2000, понятно, что поток народа туда, где 800, будет больше. Поэтому та клиника, где 2000, будет вынуждена либо сильно повысить качество, либо сделать услугу лучше. Для этого существуют, допустим, если взять пример тех Соединенных Штатов, государственные страховки, там в Соединенных Штатах медикер и медикей, для тех, кто не может себе позволить платную страховку. Почему бы не ввести страховую форму, хотя бы на территории той же Москвы опробовать этот вариант, когда люди будут иметь возможность, ну, после выпуска новостей, наверное, уже об этом договоримся, потому что медицинская тема у нас очень широкая, буквально через несколько секунд вернемся в студию. Ну что ж, продолжаем нашу передачу. Это Алена Попова у меня в студии, я и Игорь Витальдов уже перепутал нас с тобой, обсуждаем судьбу Москвы о здравоохранении остановились. Ну, что мешает сделать страховую форму, когда просто само государство говорит, «Так, ребят, вот у нас государственно-частное партнерство, но у нас при этом врач не может выставлять цену больше, чем». Да, ну, государственное регулирование тарифов. Да, но при этом мы вводим вот эту вот систему той прозрачности, которую ты предлагаешь на услуги. Я тебе ровно про это говорю, просто я говорю, что изначально регулирование тарифов без мягкой конкуренции невозможно, то есть нельзя одно ввести, а другое не ввести. Вот и все. Ну, то же самое дело с продуктами на социально значимые товары, скажем так. Абсолютно. Вот я тебе про это говорю. На базовый набор товаров. Именно про это и говорю. На базовый набор товаров эту информацию, контролирование цен происходит только тогда, когда уже общественный институт запускает эту историю с мониторингом цен. Потому что если сделать сразу контролирование этих цен, что контроль, будет история с коррупцией. Я заплатила, и тогда, в общем, я пролоббировала, чтобы это контролировали на том уровне, который мне более выгоден. Понимаешь? А скажи мне просто, почему огромное количество функций государства, в данном случае московского правительства, берут на себя волонтеры, и не всегда волонтеры, ну, в общем, да, волонтеры, можно сказать, да, твои структуры, Лиза Алёрт, дай им Бог здоровья, доктор Лиза. Я считаю, что Лиза Алёрт – это вообще люди, которые делают святое дело. Да, анимация. И они, конечно, я помню эту трагическую историю, с которой они начинали на Рафавинском, когда пропали, если ты помнишь, маленькая девочка со своей. Так это есть Лиза как раз. Да, Лиза, я просто, ну, можно для тебя... И она умерла, нет, она умерла как раз потому, что у нас дурацкое законодательство, когда начинают искать ребёнка через 3-3 суток, да. Но, тем не менее, после этого ребята действительно объединились, я каждый раз, вот я подписан на их оповещение, они у меня приходят на телефон. Люди делали святое дело, да, доктор Лиза, опять-таки, твои структуры какой-то. Но почему это делают волонтёры, а не государства? Это в любом случае, в любой стране мира гораздо быстрее, я уже всё время говорю, будут делать волонтёры. В Москве большая проблема неналаженных взаимоотношений с общественными институтами. Это сейчас очень пафосно звучит. Тут я должен немножко возразить, можно сколько угодно ругать американскую полицию, но американский вариант Amber Alert – это всё-таки симбиоз был работы полиции, спецслужб и волонтёров. У нас работу, к сожалению, выполняют в основном волонтёры. И это ещё одна проблема, ты говоришь о безопасности. Я там, помнишь, в Высоцкой было, давайте выпьем за тех, кто в море, за тех, кто в море никто не пьет. Я просто знаю своих друзей, работающих в полиции, уже теперь спецслужб, и знакомых, с которыми я общаюсь, они говорят, мы не можем поехать на эту ИСУФ, у нас эксперт один на три отдела. У нас, говорит, судмедэксперт один. Да, нет, но смотри, что касается системы Amber Alert, которая есть в Штатах, и мы её активно здесь лобируем, это сообщение о чрезвычайной ситуации, а в Америке Amber Alert работает на пропаже людей, сразу по всем экранам. То есть это идёт сообщение в полицию, волонтёрам, людям, гражданам, в социальных сетях, по телевидению, по радио и так далее. Расклеиваются мгновенные листовки, и действительно в Америке всё время рассказывают уникальные случаи, когда там пропал ребёнок, через 20 суток нашли здорового, там в каком-нибудь другом штате, через 10 штатов, но они нашли. У нас такая система должна быть создана, и понятно, что, вот я тебе про это и говорю, почему нужны общественные институты, только по этой причине. Конечно, ребята из Лиза-Алерт, мы из гражданского корпуса, потому что, если ты помнишь, недавно был пожар в метро, через 3 дня опять на Серпуховской встали поезда. Да, и при этом вот мы на летучке сидели, в редакционной летучке и обсуждали, потому что мы сидим, у нас девочке приходит СМС, восстановлено движение. Она говорит, мне не приходилось, что оно остановлено. Кто у нас выполняет эти функции? Операторы связи у нас занимаются мелким мошенничеством, по-моему. А когда речь заходит о действительно об оповещениях, о чрезвычайных ситуациях… Да, это как раз один из пунктов того, что я считаю, в первую очередь, надо сделать. Это вот как раз и есть, я спросила, что такое безопасность в городе. Это оповещение граждан о чрезвычайной ситуации, а также превентивное оповещение о том, как себя вести, если это ЧС возникло. У нас с операторами связи следующая ситуация. У МЧС договор сейчас с мегафоном. И поэтому сообщение 112 периодически приходит людям, которые абоненты мегафона. МТС и Билайна, и я уже там тоже всем рассказывала, что у операторов есть такая возможность это все сделать очень быстро, потому что инфраструктура вся есть. Проблема заключается в том, что единого пространства, где они все друг с другом не конкурируют, а работают вместе, потому что они же бизнес, у них не существует. Это, мне кажется, обязательно надо решить хотя бы на уровне Москвы. Это решаемо. То есть мы смотрели уже, как в разных странах, в разных городах мира, в Лондоне, например, это работает, в Сингапуре это работает. Я не вижу проблем, чтобы это работало в Москве. Плюс сюда же подключаются данные, которые собирают люди. Что у нас было, когда был пожар в метро? Мне сделали один звонок. Дальше по всей активистской сети гражданского корпуса все люди, которые находились в метро, все волонтеры начали собирать данные. Они говорят, я стою в метро, вокруг меня 20 человек, трое из них нагнулись, сели на колени. Это значит, что надо быстро подходить, смотреть, есть ли гипертонический кризис или прединсультное состояние, например. Быстро мы им стали звонить, зачитывать инструкции, что делать. Мокрый платок или неглубоко дышать, закрывать от поражения ядовитыми веществами, продуктами горения кожи и так далее. Где вода раздается, какие автобусы, и я же с ними. Ты знаешь, в Нью-Йорке, я хочу также, чтобы было в Москве, девушка-волонтер, которая отвечала за разгребание завалов после взрыва в башнях, после того, как самолет летел в башню Близнецы, она сейчас координирует работу волонтеров в чрезвычайной ситуации. Когда там был ураган Сенди, великолепно мэрия отработала с волонтерами. Наша задача в Москве сделать ровно так же. То есть, координация совместных действий, получение данных, распространение информации и мгновенное реагирование в течение часа – это вот что такое безопасность в городе Москва. Нет, но тогда у меня к тебе возникает еще один вопрос. Это, конечно, не только Москвы касается, но и Москвы в первую очередь. А, знаешь, меня всегда грустную такую ухмылку вызывает, когда по сетям ходят инструкции, что делать, если у человека... Распознать инсульт. Ведь самое важное в первые три часа его распознать, чтобы человеку была оказана медицинская помощь. В 15 секунд надо его распознать. Я понимаю, но дело не в этом. Ну, там первые три часа, чтобы было оказано, как распознать, и как это... Скорая помощь, которая стоит в пробках... Вот у меня как раз... Я говорил, да, о моих друзьях, у которых несколько клиник есть в Москве, и вот с главврачом этой клиники, моим другом, который тоже часто бывал у меня в студии, мы как-то говорим, он говорит, ну, конечно, надо просто сделать передачу, выйти и посчитать. Ребята, вот за сегодняшнюю пробку, связанную с перекрытием этого, этого и этого. Да. В этой пробке умерло столько людей, да? Не проехало столько... Понимаешь, ты можешь любое оповещение сделать. Наверное, волонтеры – это очень хорошо, но пока ты не добьешься, чтобы по Москве ездили машины. Я имею в виду вообще по всей стране, но сейчас по Москве, да? Скорой помощи проезжали. У них была возможность проехать без пробок, а я стою, и вот постоянно и ты, и я, наверняка, в пробках видим одну и ту же историю, да? Скорая помощь, еще, не дай бог, написано «детская реанимация», и она застряла в пробке. Да, вижу. И самое страшное, да, когда я вижу людей, которые эту скорую помощь не пропускают, и вообще, когда я еду по дорогам Москвы, градус озверения таков, что это же вам не Собянин виноват, не Путин с Медведевым виноваты. Смотри, давай тоже без, давай приземлимся. Нет, а так что тут приземляться, понимаешь? Нет, все правильно. В Москве взрывоопасная ситуация, в Москве озверевшие, наглые люди. Просто посмотри на людей, как они паркуются, да? Они что, паркуются так, потому что Путин так приказал или Собянин? Да нет, просто люди в Москве превратились в огромное количество, и по себе это знаю, к сожалению, и по себе это замечаю. Озверевшее стадо, я даже не назвал бы это людьми, да? Это уже животные просто, которые не способны из-за стресса постоянно в городе нормально реагировать ни на что. Ну, я тебе про это говорю. Ну, у нас хороший опыт есть. Мы делали проект «Пропусти скорую» в Новосибирске, и ты знаешь, что там была история с Дашей Макаровой, у которой ребенок умер от того, что там скорая не успела приехать, и Даша там делает прекрасный фонд и отработала там ряд инструментов, которые я тоже сейчас буду во время вот этой кампании, если, дай бог, у меня все получится, тоже буду лоббировать на территории города Москва. Отработана скорая в Новосибирске, несмотря на там разницу, Новосибирск, Академгородок, проезжают, успевают, и люди стали пропускать. И тогда это проблема решаемая. То, что ты правильно говоришь, только ты исключаешь один фактор. Понятно, что скорая должна приезжать быстро, но она должна приезжать из ближайшего пункта, значит, там должно быть достаточное количество скорых машин, нормальные экипажи. И не только скорых. Вот попробуй в том же самом Нью-Йорке. Это, кстати, вот просто ради интереса, дети иногда играясь набирают, я это проходил, да, 911, да? Через сколько у тебя оказывается полиция? Меньше минуты. А если вызов у тебя, допустим, газ, да, утечка газа, то приезжает газовая служба, полиция и скорая помощь, и пожарная. Все меньше минуты, все одновременно приезжают, да? Обычно приезжают еще и пожарные, и скорая помощь, да, на разные вызовы, если там возникают какие-то вопросы, что непонятно, что за вызовы, да, и что происходит. Меньше минуты. Ты можешь в Москве сделать так, чтобы меньше минуты занимала у оперативных служб полиция, спецслужбы, скорая помощь, но я только не в том порядке. Естественно, скорая помощь, да, скорая помощь, полиция, пожарные, чтобы приезжали. Да, та большая задача, невозможно, чтобы меньше минуты, конечно, стандарты сейчас... И не просто приезжали, они же еще должны, допустим, подстанция, да? Допустим, подстанция скорой помощи у тебя здесь. Но еще же нужно до ближайшей клиники довезти. Нет, все верно. Оказание, во-первых, машин должны быть оборудованы адекватно, чтобы можно было на месте оказывать, у нас этого тоже всегда нет. Поэтому я тебе говорю, ГЧП – это единственный выход. Единственный выход, потому что Москва не в состоянии, вообще в целом, государственном состоянии, само это решить эту проблему. Хотя я, как человек, который считает, что государство обязано переспределять ресурсы в сторону увеличения нормального обеспечения здравоохранения и образования, что самое главное на самом деле, самое главное. Но я считаю, что Москва не справится, никакие там замки на песке строить не собираюсь, поэтому ГЧП, правильное планирование, аналитика, обязательно аналитика, ее сейчас нормально нет. Нет, работа с бригадами на месте, оповещение, обучение. Я, например, сижу рядом с тобой, если ты сейчас упадешь, тебя начнет колотонить эпилептический припадок. Я не очень себя хорошо чувствую, нет, эпилепсия у меня тьфу-тьфу-тьфу. Нет, ну неважно, если у тебя будет хоть какой-то припадок, я знаю, как себя вести. Я хочу, чтобы также знала наибольшее… Искусственное дыхание. Я знала, что ты это скажешь. Это был самый главный слог в моей компании. Искусственное Москва, искусственное дыхание. Кстати, очень неплохое, да. Вдохнем новую жизнь. Да, да, именно. Ну, это действительно задавок. Смысл безопасности заключается в том, чтобы каждый из нас знал, как себя вести и мог, соответственно, иметь все рычаги, чтобы не умереть в пути, в дороге, на транспорте, дома и так далее. Это очень важно. Государство надежит себя сам не плашает, но тем не менее, структуру эту менять надо, понимаешь? Надо. Чудовищные больницы менять надо. Хотя в Москве есть… Как я тебе говорю, единственный выход – это ГЧП. Больше нет никаких выходов. Это частно-государственное партнерство, государственно-частное партнерство, как его там по-разному сокращают. Но сейчас же в этом направлении не двигается здравоохранение. Ты видишь какие-нибудь результаты? Оно говорят, что двигается. Я результатов не вижу. Я на днях была в поликлинике, тебе рассказываю конкретную историю с поликлиники. Также в черную производитель лекарств лоббирует то, чтобы там втюривали, втюхивали их лекарства за какие-то неимоверные цены. Такое же низкое качество оказания медицинских услуг. А больше всего, если честно, ты извиня за такую пропаганду, но меня вот это чисто по-человечески, честно, очень сильно раздражает, когда приходит 84-летний или 89-летний пенсионер, а врач ему говорит, вы знаете, ничего вас лечить уже, бесполезно вас лечить. Вы, может быть, идите тогда домой, ну вот попейте молочка с медом. А человек приходит, у нас система, ты знаешь, что Москва стремительно стареет. Вот это была ужасная инициатива, кстати, Сергея Семеновича, от которой у меня уши в трубочку завернулись, вывезти всех пенсионеров в отдельный город за пределы Москвы. Ну, по-моему, на Северный Кавказ он предлагал еще. За пределы Москвы. Нет, Северный Кавказ. За пределы Москвы. Куда Северный Кавказ? Да, в центральный орган. В центральный округ, да. Хорошо, я говорю, в центральный орган. Я считаю это совершенно странной идеей, потому что стремительная экономика становится ориентированной на людей старшего возраста. Это надо учитывать, это огромный сектор для производителей лекарств, для питания и так далее. Это не Сергей Семеновича идея, понимаешь, это вот тот обыкновенный фашизм. Я всегда, если ты помнишь, был лет 7 назад в Огоньке преснопамятный интервью такой из компании «Бартель», Леонид Казенец, который сказал, если вы не зарабатываете несколько тысяч долларов, вам в Москве делать нечего. Вот у меня тогда уши в трубочку свернулись. Понимаешь, это называется, на моем понятии, обыкновенный фашизм. То есть, как бы для людей не нужны, они не считают, что в городе живут водители троллейбусов, милиционеры и так далее. Вон из Москвы, чем? Нет, я, опять же, ты со мной разговариваешь, мы с тобой на одних и тех же позициях. Да, я просто, понимаешь, мы с тобой на одних и тех же позициях, но я не всегда понимаю, что делать. Потому что, например, вопрос, мы говорим, что в Москве строительство замерло. Это же палка, на самом деле, о двух концах, потому что вопрос-то решить можно. Но это приведет к тому, что в Москву опять-таки потянется население. Ну, что там теперь из других регионов? Нам что, Москву для москвичей теперь тогда только делать? Ну, после выпуска новостей, если не возражаешь, мы продолжим. Ну, что ж, мы продолжаем наш парадокс с Игорем Виттером. Я Игорь Виттер, в гостях у меня Алена Попова. Ну, вот про строительство мы заговорили. При Лужкове бесконтрольное строительство, чудовищный архитектурный облик Москвы, проблемы с ЖКХ, цены росли. Сейчас строительство замерло. При этом на фоне всего этого, слава товарищу Путину, делают доступную ипотеку. Что происходит с ценами, когда ипотека становится доступнее, а жилья больше не становится? Задачка для первого класса, да? Да, да. Ну, Игорь Виттер, строительство не замерло. Начали строить торговые центры в большем количестве, чем жилье. Ты посмотри, что делают с Ходынкой, когда там на Ты что, Ходынка? Вот на Ленинском теперь я открываю глаза и вижу. 21 июня. Открытие торгового центра Рю. Ребята, по Ленинскому проехать нельзя. Проект реконструкции Ленинского – это бессветофорный. Хорошо, они хотят сделать магистраль, опять-таки, бутылочное горлышко. С одной стороны, а с другой стороны, они хотят полностью разрушить одну из немногих сохранившихся магистральной Москвы, да, архитектурную ее доминанту. Ну, ребят, ну вы думаете, что вы делаете тогда? А как вы будете эти подземные или надземные переходы строить, да? Как вообще с Ленинского будет? Куда выход? Боковые улицы, пробки. Понимаешь, для меня, для человека, который ежедневно по Ленинскому ездит, это вообще вопрос... Я на них смотрю, как... Я тут ради интереса попытался письмо написать, да? Светофор, который включается на 10 секунд. А, прекрасно, так. Пишу письмо, они говорят, нет, вы знаете, мы не чиним светофорами, которые включаются на время, которое вам не нравится. Мы чиним только неисправные светофоры, понимаешь? Ну, понятно. Вот это вот, понимаешь, планирование, почему до сих пор, потому что мы с тобой уже по теме говорили, обеем умный город приходил, еще компании приходили, да, которые способны регулировать транспортные потоки, светофоры, переключать. Да, если ты знаешь, я, например, уже давным-давно считаю, что регулировщики, которые стоят на дорогах, ухудшают они, улучшают транспортную ситуацию. Если не до Эбаже стоит регулировщик в районе, например, баррикадной на пересечении улицы и кольца, это невозможно, это просто невозможно, потому что он переключает эти светофоры с разницей в 20 минут или нет, 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 это еще ладно, Белорусская, где площадь Тверской заставы. Это же вообще невозможно. То есть если человек включает поток по Тверской, потому что задача, чтобы все госслужащие очень быстро добирались до, соответственно, центральных мест работы. Это понятная история, это нормально, но проблема заключается в том, что вся площадь стоит и ждет, пока он включит светофор, включит, точнее, светофор там на минуту, движение заблокировано на всех Брестских, значит, подъезд к Брестским заблокирован на кольце, а значит, центральная ситуация, то есть вот там в центральных районах и вся пресня будет стоять, и все будет стоять. Это люди, которые тратят свой трудочас, находясь в пробке. Это решаемые проблемы. Это решаемые проблемы. А еще вот, извини, пожалуйста, строительство, мы заговорили о торговых центрах на Белорусской площади, сейчас непонятно, они его строят, не строят. Это вообще прекрасно. Сколько там закопано денег вот в площадь, Тверской заставы и что там есть, я не знаю, я помню площадь Тверской заставы с парком, пять лет без парка, с огромными какими-то вывесками, здесь что-то строится и огромными пробками, а сейчас они все расчистили, а что там есть, непонятно, да, причем я там линии электропровода, водоотводы и так далее есть, а есть ли там что-то под землей, непонятно. Знаешь, ну, регулировщики, без регулировщики, я вернусь все-таки к своей любимой теме, потому что если встать, ты говоришь, что заблокировано со всех сторон, если в Москве встать на любом перекрестке, где люди начинают переть на красный свет и сами блокируют движение, поперечное движение, заблокировали сами себя и никто не сдвинется никуда, люди предпочитают намертво стоять в глухой пробке, чем как-то решить проблему. У меня есть товарищ, который периодически там ездит со мной в машине, он просто в таких случаях выходит и начинает сам регулировать. И тогда мы это проезжаем за минуту. Это вот только волонтерское, конечно, уже ставим волонтеров-регулировщиков. А ты зря смеешься, потому что я вот лично такой историей очень заинтересована, и я знаю, что такие истории есть, и ко мне эти ребята недавно приходили, и мы с ними выработали определенную концепцию, и я обеими руками и ногами ее поддерживаю, потому что действительно так и есть. Это гораздо проще сейчас. Это задача, которую надо в краткосрочной перспективе именно так и решать. А в долгосрочной – это умный город, аналитика потоков, правильная разводка потоков и транспортные послушающие. Вот я помню, что в Нью-Йорке вот этот облокинг-дебакс за выезд на красный свет, перекрытие, перекрестка, ввели в свое время штраф, там, по-моему, 175 долларов. Народ стал очень аккуратно это делать, да? Старались, как бы тоже перли, как бараны, на красный свет. Хорошо, 175 для Нью-Йорка это, видимо, было достаточно, тем более, что это, как ты понимаешь, идет в автоматическом режиме. Кстати, об автоматическом режиме. А как сейчас в Москве вот собираемые штрафы? Ведь это же огромное количество можно было создать рабочих мест для студентов и пенсионеров, которые могли бы фиксировать нарушения, да, выписывать штрафы сами, ну, такой как бы полуволонтерской работы. И, допустим, по Wi-Fi передавать фотографии в местной неправильной парковке, машине бы автоматически выписывался штраф. Почему не делают? Ну, во-первых, у нас сейчас есть программа с камер наблюдения, снимаются истории. Нет, ты зря такое лицо делаешь, у меня регулярно приходят штрафы, причем достаточно большие. А мне, мне почему-то нет. 2500 штраф за неправильную парковку. Ну, ты езжай нормально. Паркуйся нормально, должны быть нормальные парковки. Но не один раз пришлось за такую парковку, действительно, автоматическим регистратором сфотографировали на стоженке меня, по-моему. Хотя вроде я там нормально парковал. Ну, неважно сейчас. Но дело не в этом, как бы все, везде регистраторы не пустишь. Это правда. Это и волонтерская работа в данном случае выглядит как стукачество, но, может, в данном случае это стукачество полезно. Мы это тоже обсуждаем. Стоит или не стоит это делать. Проблема дальше в процессе. Ну, тебе выписали штраф, а ты знаешь, у нас большая проблема с тем, что у нас нестыковка банков и госуслуг в принципе, и ВДД особенно, и особенно службы судебных приставов, которые уже, ты знаешь, что принят закон на уровне того, что увеличивают два раза срок оплаты штрафа, потому что служба судебных приставов стреляется, что эти системы друг с другом не состыкованы. Безусловно. Я вообще считаю, что Москва настолько уже много сделала в сфере электронизации, что можно эти системы наладить, чтобы они работали адекватно. Там такая составляющая, ты знаешь, в IT-заказах, в IT-тендерах коррупции, что на эти деньги уже бы можно было даже этот кабинет оборудовать там всеми возможными датчиками, чтобы здесь ничего не произошло. В этом основная задача. Понятно, что уровень коррупции в Москве просто зашкаливает. У нас вот камера стоит, кстати, еще вполне себе оборудована. Абсолютно. Понимаешь, в чем дело? Я хорошо знаю эту ситуацию с коррупцией, но опять-таки я вот на своем опыте знаю, что штраф, который я получил, через два года обнаружил, что вот у меня есть квиток, я его оплатил, а он висит на госуслугах как неоплаченный. Я уже даже, слава богу, там Ростелекомия есть знакомые, ребята говорят, слушай, мы что-то посмотрели, действительно, что-то там у нас как-то вот нестыковочка там. Я его оплатил еще раз, но 500 рублей, ладно, не жалко. Мне спустя три месяца пришло спасибо, что вы оплатили ваши штрафы. Да, это большая проблема. Вот это что, невозможно наладить? Возможно. Это решаемая проблема. Это как раз-то система СМЭФ, это электронный документооборот между ведомствами и министерствами. Мы знаем, что в этом у нас огромная засада, она всегда была. Этих людей, которые занимаются электронными вещами, автоматизацией общения граждан и госслужб, это, ну, понятно, что это большая задача. Это делать можно, причем это можно сделать в краткосрочной перспективе. Если сократить уровень коррупции, да ты знаешь, проблема коррупции тоже решается. Но есть стандартная формула, воруйте не с расходов, а с доходов. А с прибыли, да? Конечно. Если вы сокращаете срок выполнения там заказа, и заказ этот выполняете эффективно, да пожалуйста, берите с прибыли, да и берите это даже в белую. На самом деле система, которая была введена в Индии, так и ради бога, у нас в Индии одинаковый уровень коррупции. Только они его начали сокращать, а мы его продолжаем увеличивать. А на уровне в Москве это серьезная проблема. А чисто в административном делении, управлении, это бы что сейчас попыталась сделать? Москвы? Да. Ну, я сейчас считаю, что первое, что для Москвы нужно сделать, это правильно сделать эту аналитику, о которой мы с тобой говорим. Те районы, которые перенаселены, в которых огромные транспортные потоки, надо учесть, например, экология или наибольшее количество торговых центров или транспортных каких-то развязок и так далее, вот эти все показатели перенести в те районы, в которых население менее растет, понять, почему оно меньше растет. Я бы сделала абсолютно правильные скоростные ветки, чтобы можно было добираться не на вот этих старых электричках, которые сейчас есть. Проблема запуска наземных рельсовых историй, скоростных, которые введены, например, в том же Гонконге, оно тоже решается на уровне от района до района добираться. Дальше я бы действительно разводила госучреждения, там, торговые центры и так далее в определенные рэперные районы, которые, ну, так нормально устроены города во всем мире, значит, это, наверное, чем-то какая-то практика подтверждается. И, конечно, безусловно, я бы делала так, чтобы в каждом районе был баланс тем, что там социальные учреждения, там определенное количество определенного уровня, определенный рейтинг высокий у них есть, чтобы люди не возили, чтобы не приходилось, например, с юго-запада на север возить ребенка в школу, потому что там школа лучше, в итоге вот все мамочки стоят вот в этой пробке. Или чтобы не приходилось человеку, который там должен добираться на работу в Москву. Слушай, а ты не хочешь запретить мамочкам вообще садиться за руль? Я буду просто голосовать тогда всеми, конечно. А это КЛДПР, ты, пожалуйста, обратись, у них подобную инициативу, они приведут восторг. Нет, я серьезно тебе говорю, на самом деле, просто в Москве ситуация с купленными правами или с тем, что просто покупается выпуск автошколы. В Москве вообще проблема номер один – поддельные документы, мошенничество в сфере подделки документов. Серьезно? Да. Да, это проблема номер один. Она и по опросам проблема номер один, она и по статистике проблема номер один, да. Я, может быть, хочу вообще ее запретить. Проблема в том, что это опять витание в облаках, потому что невозможно сделать, мы с тобой это прекрасно знаем. Это возможно вводить ступенчато там в течение, опять же, следующих 10 лет. Надо понимать. Ты знаешь, у меня просто вот еще дозревший вопрос, просто передача уже подходит к концу. А что делать как будто с упрощениями всех этих бюрократических структур, там, службами одного окна, дезами, жеками и прочими. Значит, чудовищно паразитические, не работающие в большинстве своем структуры. Знаешь, у меня, я всегда этот пример привожу, у меня, я несколько лет жил в квартире, под которой, прости, располагался бордель. А потом несколько лет жил в квартире, под которой располагалась вот эта служба одного окна. Честное слово, в первом случае работали эффективнее. По крайней мере, у них не было очередей. Эти все время курят на улице вторые, да. Я вот сколько не посмотрел, выходишь, стоят на улице и курят, стоят и курят. У них очереди километровые стоят и курят. И работают здоровые лбами. Вот мне интересно, они там на чем деньги зарабатывают вообще в этих службах? Ну, а деньги зарабатывают на то, что ты принесешь конвертие, чтобы в очереди не стоять. Это стандартная проблема России. Создать проблему, чтобы ее потом за деньги решить. Ну, это контроль качества, опять же, оборудование камерами там. А проблема борделя – это к Митвулю, да. Я понимаю, это он большой специалист по борьбе в Северном Украине. Те девять дней. Ну, помнишь, нашисты его травили в Северном Украине. Да, я помню, помню. Ну, история следующая. То есть, все проблемы в любом городе решаются, конечно, развитием стукачества. Ну, в таком его, скажем, и негативном, и позитивном плане. Потому что негативный план все равно это стукачество, а позитивный, что ты получаешь всю информацию от всех. Я не знаю, ты как считаешь, это хорошо или плохо. В целом… У нас кладли стукачей. Да, еще хороший луз. Ну, а это так и есть, понимаешь? Парковка неправильная решается тем, что ты, проходя мимо машины, снимаешь эту машину. Нет, смотри, это не обязательно, что это просто прохожий должен снимать машину. Хотя это тоже прекрасно, да? У меня вот там существует приложение в айфоне, по-моему, авто, не буду называть, как называется, да, авто, там, нехорошее слово, которые действительно обмениваются между собой. Но можно было бы это поставить. А потом нет, взять просто отряд старушек, платить им как бы с каждого штрафа выписанного, пусть сфотографируют. Вот знает, вот знак обучить, вот знак парковая остановка запечатана, у нас передача подошла к концу. Но нам осталось много о чем еще поговорить, и в ближайшее время, я думаю, продолжим.